Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Программа «Дневной разворот» в Кирове продолжается. Светлана Удельная, Владимир Сметани. Волна у нас 101,0 FM. Ещё раз добрый день. Напомним, что в 12.30 в нашей студии появится историк Михаил Лицарев. Для того, чтобы провести викторинную историю создания, выиграв которой вы можете получить, точнее получите сертификат на 1 тысячу рублей. И на эту тысячу рублей можно будет прекрасно провести время в одном из заведений компании «Вядич». Да, ваша задача будет позвонить, 708-502, угадать, ну и всё, собственно. Ну, ты знаешь, я до сих пор ещё мыслями в нашей первой теме. Да, падение льда на шестилетнюю девочку в Слободском. Девочка сейчас в реанимации. Руководители города приняли решение уйти. После этого случая, вот буквально вчера тоже аналогичный, практически аналогичный случай произошёл на Октябрьском проспекте. Пишут наши коллеги из первоисточника, из источника новостей, да. Около 9 утра на Октябрьском проспекте с крыши дома на женщину обрушилась большая сосулька. В результате женщина получила черепно-мозговую травму. Ой, ну, вот чтобы реально представить эту картину, а мне кажется, что мы реально эту картину не знаем, да. Сколько случаев, когда ледяная глыба, сосулька, снег там падают в метре от тебя, в двух метрах, да. И ты думаешь, а вот секунду ты бы прошёл и, собственно, угодил бы под это всё. Либо там падает на голову, ну, какая-то незначительная часть снега. Ну, упало, упало, пошёл дальше. Знаешь, какой момент? Кирские крыши же проверили на наличие сосульок. Новость у нас такая была. У нас на сайте можно найти, что инспекторы теруправления оценили, как исполняется распоряжение городской администрации. Как раз управляющие компании, согласно документу, этому должны были до 1 марта очистить крышу от сосульок. До 1 марта у нас нынче 10 число. Затем этот срок был перенесён до 8 марта. До 8 марта. До 8 марта. Вот сегодня 10 марта. Я думаю, что если по городу пройтись, причём пройтись так, ну, не слишком долго, не слишком много, то без труда можно будет найти крышу, которая, ну, представляет опасность. И с неё действительно может сорваться. Ну, надо сказать, что наш город, администрация городская, она, естественно, пытается навести порядок. Как известно, 3 марта своей должности лишился руководитель, управляющий компанией Ленинского района города Кирова. То есть администрация ставила определённые сроки по очистке, в том числе крыш от наледия, от снега. Не очистили всё. Должности лишился. Давай переходим к нашей следующей теме. Сейчас мы будем... Слушатели? Нет, у нас не слушатели. У нас как раз спикеры уже по следующей теме. Мы сейчас будем говорить о том, что чиновники одобрили появление УЦУМа, памятника копилки для сбора средств в помощи бездомным животным. Будем мы сейчас говорить. Светлана Алфёрова – это куратор этого проекта. Светлана, добрый день. Алло. 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 Алло, алло. Нет, видимо, слушатели. Да, давайте всё-таки к этой теме чуть позже. Чуть позже перейдём. Да, это действительно слушатель? Алло, как вас зовут? Меня зовут Казаков. В общем-то, я по совместительству работаю ещё и дворником. А имя, 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 имя отчество, пожалуйста, как-то. Роман Николаевич. Роман Николаевич, да, да. Ну, коли уж мы, да, продолжаем говорить по этой теме. Руководство требует регулярно чистить крыши. Но самое интересное, что я работаю дворником одном из кировских муниципальных детских садов. И если ещё три года назад мы крыши чистили в декабре, в январе и в начале марта, Но сейчас, исходя из того, насколько финансирует департамент образования города Кирова, наши несчастные детские сады, руководство может нам оплатить только одну чистку крыши. Понимаете? Вот в итоге, в общем-то, и скапливаются огромнейшие глыбы, и в потенциале происходят такие вещи. Я думаю, что не только на уровне двух детских садов, а всего города. Горники зарабатывают очень немного. А поясните, пожалуйста, вот эта оплата труда за очистку крыши, а, собственно, за что оплата-то идет? Как начисляется, как определяется эта сумма? Ну, допустим, например, вот я на крышу не полезу, я боюсь высоты. Значит, соответственно, в общем-то, либо лезет второй дворник, которому за интенсивность туда нужно заплачивать, либо кого-то приглашают от стороны. А скажите, а дорого ли сейчас очистка крыши стоит? Дело в том, что очистка крыши входит, я еще раз говорю, что заработную плату, которая по факту на руки получается, тысяч шесть хвостик на смолике. В общем, дело. Шесть-тире-восемь тысяч. Я говорю, шесть маленьких хвостик, а восьми тысяч нет, что вы, это фантастика. Шесть двести, шесть четыреста, вот так примерно, в общем-то. Поэтому я говорю, что за то, чтобы лезть на крышу дворнику, который это может сделать, я вот не могу, я боюсь, ему там, наверное, тысячонки-две-три подкидывают, допустим. Но с какого фонда эту вещь взять? Денег-то город нет, да, и вот. Я рассуждаю, потому что я юрист в высшем образовании, я преподаю в универе, я эти вещи прекрасно все знаю. То есть вся проблема в финансировании получилась? Конечно, конечно. Я говорю, что пока государство, я не говорю городу Кирову, я говорю государству, на любой людской фактор будет наплевать, у нас будут несчастные случаи. Сейчас, скажу, даже грешно. Может быть, эти несчастные случаи и во благо. Может быть, будут несчастные случаи после посадок? У меня все, спасибо. Спасибо вам, звонок. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы таких случаев больше не было. Ну что, переходим, да, к нашей следующей теме. Время бежит. Памятник, памятник, копилка для сбора средств в помощь бездомным животным. Появится у ЦУМа. Буквально на днях появилась новость о том, что градостроительный совет города Кирова одобрил появление вот этого памятника копилки возле ЦУМа. Сбор средств на установку этого памятника начался еще, сообщают СМИ, еще в прошлом году. Собственно, это инициатива благотворительной организации «Дари добро». Организация занимается как раз-таки вот оказанием помощи бездомным животным. Тоже сбор средств на то, чтобы они продолжали жить в нормальных цивилизованных условиях. И, собственно, о этом памятнике, о том, что он на себя будет представлять. Возможно, уже есть какие-то, да, реальные проекты, конкретная цель, на что вот нужны первые деньги собрать. Мы сейчас поговорим с Светланой Алферовой. Так и дозвонились мы до нее, куратор данного проекта. Светлана, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте все-таки поговорим первоначально о том, чья идея была вообще установки вот этого объекта. Как давно она появилась, да? И почему, собственно говоря, вы решили этим заняться? Ну, такие памятники уже установлены в нашей стране. Он первый был установлен в Тюмени. То есть просто я однажды прочитала в интернете отчет благотворительной организации о средствах, которые были собраны с помощью этого памятника. И у меня возникла идея установить в нашем городе такой же. Светлана, скажи, а что он вас подвигло? Ну да, вы увидели, но вы уже занимались этой проблемой? Да, я уже была волонтером группы «Дарей добро», занималась передержкой табак. И проблемы бездомных животных мне уже были знакомы не понаслышке. Какие проблемы? То есть вы на тот момент понимали, что деньги нужно собирать, потому что не хватает на что? Ну, наверное, столько денег не хватает. Денег всегда не хватает на их лечение, на содержание, на поиск хозяев для них. Даже ведь объявления в газетах, это нужно оплачивать. Но самое главное назначение этого памятника – привлечь внимание к проблеме бездомности животных. То есть пока в обществе не изменится отношение к этой проблеме, никакими деньгами ее не решить. И поэтому памятник, он несет в себе еще реализацию этой цели. С вашей точки зрения, памятник как раз как-то позволит людям задуматься на эту тему? Да. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, в принципе, процедура, она как производится? Отлавливают животных, животные находятся в приемнике, необходимы деньги, чтобы их содержать, чтобы их кормить. Как вот эта вот цепочка и какие условия? Ну, видите, я не руководитель, не дали добро, не службы. Понятно, что вы не руководитель, но вы этим занимаетесь, вы это видели. Все-таки ведь почему-то вы задумали, что нужно заниматься в том числе установкой этой копирки. Ну, смотрите, самая основная проблема для нашего города, то, что у нас нет социального приюта, муниципального приюта, куда бы брали всех собак, ну, хотя бы большинство. Всех, наверное, не собрать все-таки. Ну, да, всех не собрать, да всех и не нужно собрать. Поэтому... Сейчас, я настолько, насколько знаю, этим занимается, как кинологическая служба, по-моему, организация, и они их содержат в отлове. Ну, муниципальный контракт заключается. Но сама там не была ни разу, так что я вам по поводу деятельности отлова ничего пояснить не могу. Мы просто пытаемся разобраться, деньги конкретные эти, куда пойдут? Конкретные деньги, которые собраны памятником? Да. Деньги, которые будут собраны памятником, они пойдут на нужды организации Дари Добро. Дари Добро – это и организация, и сообщество людей ВКонтакте. И, соответственно, можно предположить, что как раз-таки в этой социальной сети будет некий отчет. Да, конечно. О потраченных средствах. У памятника Копелки есть официальная группа ВКонтакте, где выложена вся история его создания. И там же будут публиковаться все отчеты о том, сколько денег собрано и на что они потрачены. Сам, собственно, памятник изготавливался тоже на пожертвования, да? На собранные деньги? Там памятник, сама идея памятника, она победила в конкурсе губернатора Никиты Белых подарки любимому городу. И то есть половину суммы мы получили как победители этого конкурса. О какой сумме идет речь? 150 тысяч мы получили. А остальные деньги были, да, собраны с организаций и из частных лиц. А это как происходило? Вы приходили, рассказывали об этом проекте, просили пожертвовать? Кто сколько? На предсредствах нам помогали члены союза лидеров, это организация, которая занимается реализацией социальных проектов. Да, мы знакомы с ее представителями, да, мы общались. Да, и первый городской канал рекламы у них шла. Давайте, все-таки у нас радиостанция, да, возможно, многие еще не видели изображение этого памятника, да? Как выглядит он вообще? Его размеры? Было предложено несколько вариантов студентами ВИАДГУ. Победил вариант, на котором изображен большой грустный пес, а снятый мошенником. То есть он символизирует всех брошенных животных, которые когда-то были домашними, но по каким-то причинам люди их выгнали. А кто изготавливал эту скульптуру? Изготавливать будет мастерская и художник тот же самый, который устанавливал дерево желания около драмтеатра. Ага. А то есть еще, собственно, памятник-то не готов, да? Ну, памятник будет отливаться после того, как его утвердит худсовет. Городостроительный совет мы прошли, то есть утверждено место размещения его, а сам образ памятника будет утверждать еще худсовет. Когда он состоится? Это зависит не от нас, это зависит от администрации города. Как только получим вызов, так и сойдем на него. Вот просто уже СМИ сообщают о том, что в апреле памятник уже должен появиться. После того, как состоится худсовет, самое изготовление памятника занимает три недели. То есть если мы успеем сходить на худсовет быстро, мы его быстро и установим. Давайте сейчас поподробнее о месте размещения. Он будет на территории ЦУМа, со стороны улицы Воровского. На территории ЦУМа? Да. Ну, то есть на улице, вот там вот, где как раз подземный переход? Да. Почему именно это место выбрано? И обсуждались ли другие варианты места размещения? Ну, это место для нас было приоритетным. Мы им очень рады, что руководство ЦУМа пошло нам навстречу. Во-первых, оно очень посещаемое, очень проходимое. А во-вторых, это частная территория, и она охраняется круглосуточно. Да, кстати, был вопрос по поводу наблюдения за этим памятником все-таки. Много у нас хороших людей, так много и не слишком хороших, не уважающих чужой труд и чужие инициативы. То есть видеонаблюдение будет осуществляться, да? И если будут какие-то попытки порчи этого объекта, они, собственно, будут пресечены. Да, конечно. Светлана, скажите, вот сейчас какие-то конкретные задачи первоочередные есть уже? На что именно нужны деньги, которые предстоит собрать с помощью этого памятника? Ну, пока памятник не установлен, наверное, рано еще делить эти деньги. Вы знаете, у нас на сайте, на нашем www.hackero.ru, у нас сегодня есть опросы, жертву деньги на бездомных животных через памятник, копилку, буду, не буду. И вот на протяжении уже всей программы лидирует ответ «не буду», на данный момент 63% примерно так голосуют. Мне интересно, почему, да это, конечно, вопрос к слушателям, почему вы голосуете за этот ответ 708-502, нас можете набирать. Светлана, о вас спрашиваю, ну, ваше предположение, почему люди все-таки как-то нежеланием пока к этому относятся? Может быть, они до сих пор не понимают вот конкретно, на что деньги пойдут? Ну, когда мы установим этот памятник и начнутся первые отчеты, я думаю, больше людей поверят в эту инициативу. А так, я не знаю тех, кто голосует против. Это же тоже зависит еще от того, кто принимает участие в вопросе. Ну, это понятно, это естественно, просто ваше предположение, нужда-то, я все равно от вас таки не добилась ответа, конкретно сейчас. Бездомные животные, которые сейчас в приемниках находятся, на то, чтобы их кормить, или вы просто сказали, на то, чтобы размещать объявления в газетах, а на что еще? То есть потребность, она изначально какая? Изначально потребность на питание, лечение и стерилизацию. Светлана, скажите еще, пожалуйста, вообще вот у нас в городе ситуация с жертвованием денег на как раз-таки помощь бездомным животным. Жители города активно жертвуют? Ну, наверное, это лучше задать вопрос руководителям группы «Бери добро», потому что все средства я не знаю. И еще вопрос, может быть, все-таки стоило как-то более широко освещать, вот, собственно, то, сколько денег собрано с помощью памятника копилки, на что они тратятся, а не просто в группе социальной сети. Есть такая возможность, там где-то печатные издания, телевидение? Мы будем рады, если и печатные издания, и радиостанции, и телевидение нам помогут в освещении этой информации. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Светлана Алферова, куратор проекта по установке памятника копилки для сбора средств в помощь бездомным животным. Как мы услышали, этот объект появится после одобрения его, в случае одобрения его худсоветом городским возле центрального универмага. Ну, то есть Воровского, 77, возле подземного перехода. Ну, даже не знаю. Давай опрос. Ну, вот что, ничего не меняется на сайте, не буду 67%. Что касается контакта, то интересная ситуация. 50 на 50. 50 на 50. Буду, не буду. Буду, не буду. Ну, я так понимаю, там же любая сумма будет приветствоваться. Конечно, да. От рубля или от 50, от 10 копеек до более высокой цены. Честно говоря, я проголосовал не буду. Почему? Ну, не уверен я. В чем ты не уверен? Не уверен в том, что мои рубли, они... Конкретно на помощь, адресность, да? Помогут, да. Тебе нужна. Да. Слушайте, ну, не знаю, можете нас набрать. У нас последние секундочки есть в эфире на эту тему. Будете вы или не будете жертвовать деньги на бездомных животных через памятник копилку. Вообще, в принципе, у вас такая принципиальная позиция, что вы не хотите помогать бездомным животным? Или вы какой-то недоверие к этой копилке, может быть, как раз слушатель у нас? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Людмила Михайловна. Я несколько... Простите, пожалуйста, убавьте радиоприемник. Очень плохое качество связи. Убавьте радиоприемник, тогда мы будем слышать вас. И вы нас будете слышать. Замечательно. Да, да, да. Вы знаете, мне несколько раз помогли в ветклинике ветмастер. На волонтерские деньги они мне несколько раз кастрировали бездомных котиков. Потом их можно было легче устроить, и они, слава богу, устроились. И стерилизовали не одну бездомную кошечку. То есть я оплатила абсолютный минимум, ну, даже не помню, сколько стоили, 150 рублей. Все остальные деньги были волонтерские, вот дари добро. То есть вот это реальный я человек, где мне, я прихожу с этим бездомных слезов никакая, и что уже очередное, и все, они меня уже знают хорошо, нормальную. Давайте все-таки к копилке этой вернемся, вот на ваш взгляд. Я считаю, что, как это сказать, ну, я верю. Я верю в то, что это будет тратиться так, как положено. Потому что вот у меня случаев было много, и вот это дари добро мне помогали. Ну, вам не кажется, что, может быть, если человек хочет помочь, то он как раз вот выйдет на дари добро, а если он неравнодушен и как-то, ну, в общем, жаждет помогать, то он и так найдет способы, чтобы это сделать. То есть ему копилку... Ну, ради бога, зачем мы кого-то должны заставлять? Ведь мы, кто-то вот подбирает, стерилизует, устраивает, а кто-то ведь их выбрасывает на улицу, они не с неба нам сваливаются, эти бездомники. То есть те, кто выкидывает, ради бога, проходите мимо и покляйтесь, что хотите. А те, кто любит, жалеет и собирает и помогает, вот они мимо не пройдут. Ну, вы-то сами готовы вложить определенную сумму? О, боже, знали бы вы, сколько я кругом везде подкармливаю. Так что вложения мои хороши. То есть вот, вы идете на собственные деньги, покупаете, да? Да. Да, сами и сами подкармливаете. Да. А, собственно, при чем здесь тогда благотворительная организация? Боже, ну я все равно всех бездомных города Кирова не накормлю. Ни кошек, ни собак. Их море, их просто море. Поэтому пусть собирают через Дари Добро, через эту копилку. Я верю в то, что люди не будут на это покупать какие-то дорогие машины или еще что-то. А деньги пойдут все-таки на дело. Вот через волонтеров мне лично приходилось стерилизовать и кастрировать за очень маленькие деньги. Потому что остальная сумма шла вот от этой благотворительности. Ну, кстати, эти хирургические манипуляции вроде как недешево стоят. Не дешево, да. Вот я говорю, что закатала, чтобы кастрировать, и я бы устроила очень хорошо в деревне. Я заплатила 150 рублей. А, по-моему, это стоит 400 или что-то. То есть остальная сумма была добавлена волонтерами. Хорошо, спасибо. Спасибо, что... Спасибо за звонок. Да, помогли нам, так сказать, представить, да, более широко и более ярче эту ситуацию. Ну что, подводим итоги, да, ничего не меняется. 50 на 50 буду, не буду. На странице ВКонтакте жертвовать деньги на бездомных животных через эту копилку. На сайте 70% не буду. Вот так вот. Вот так. Ну что, у нас приближается время викторины истории о создании. Михаил Лицарев уже, собственно, готов. Готов озвучить загадку, которую он, слушатели, для вас подготовил. Звоните к нам, 708-502. Будем разыгрывать очень хороший приз. У нас сертификат на 1000 рублей. Можно будет хорошо поведать. Но у нас сейчас по традиции в середине часа небольшая реклама. Без нее мы не можем обойтись. Скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Владимир Сметанин. И вот он, историк Михаил Лицарев. Здравствуйте. Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. Добрый день. Это познавательная викторина «История создания». Мы рассказываем вам об интересных исторических фактах из жизни нашего города, региона, области. Сегодня будет очередная загадка. Я дам вам три варианта ответа, если все будет очень плохо. Если вы знаете ответ на правильный вопрос, звоните по номеру 708-502. Ответ на правильный вопрос. Я надеюсь, что правильный вопрос будет. Ответ на правильный вопрос. Тот, кто первым даст правильный ответ, получит в подарок как настоящему гурману, любителю дружеских посиделок в комфорте и уюте, сертификат на тысячу рублей в любое заведение сети «Вятич». В любой из двух. В любой из двух, да. Там вы сможете отведать европейскую, русскую кухни, провести время с друзьями и близкими. Все верно. Миша, слушай, меня сейчас осенило. Прости, если перебью, там, собью с мысли, ничего, не волнуйся. Вот мы говорим, да, Михаил Лицарев, историк, да? Историк. А подтверди, что ты историк. Расскажи немножко о себе, сфера твоих интересов. Мы знаем, что у тебя все-таки кандидатская должна состояться, да? Ну да, она в процессе написания. Более, если говорить более узко, тема исследования моего – это эволюция социально-политических настроений населения Вятской губернии в период Первой русской революции. Ага, начало 20 века. Да, то есть вот как раз поэтому сегодня будет третья уже передача, когда я буду загадывать что-то вот из Первой русской революции. Вопрос достаточно интересный, он очень интересный, и в то же самое время он сложный. Про себя-то что еще? А что еще про себя рассказать? Докажи, что ты историк. Доказать, что я историк? Да я даже порой теряюсь, когда бывает следовое побоище было. Так что какое же, что ж тут? Сейчас, надеемся, что это шутка, да. Конечно, шутка. Сейчас на самом деле каждый может быть историком в силу времени, в силу наших каких-то реалий. Как и блогером. Как и блогером, как и журналистом. Ну, из факта у тебя за плечами. Из факта у меня за плечами, безусловно. Я спирантура, у меня тоже за плечами. Я думаю, что надо... Мы тебе тоже в университетах учились, между прочим. Серьезно? Да, было дело. А я-то думал, так с улицей было. А ты-то сейчас так на журналистов. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Итак, вот я как раз уже выдал, какой тематике будет вопрос. Это опять Первая русская революция. Давайте с вами перенесемся в прошлое. Давай. 29 августа 1906 года. Поздний вечер, 21 час. И объезжая заводской город, полицейский пристав Мазунин заметил толпу. Человек в 15-го общественного собрания по Троицкому проулку. Желая выяснить, в чем дело, он направился в сторону этой группы молодых людей. Но, услышав из толпы «Вот он!», пристав предугадал нападение на себя и стал убегать к крыльцу клуба. Начав подниматься по ступеням, один из толпы подбежал к самому крыльцу и произвел три выстрела из пистолета системы «Браунинг» с крестообразно распиленными пулями для нанесения максимального ущерба. Розочка. Да, сейчас будет сам вопрос. О каком же таком заводском городе идет речь, вот, собственно, здесь? Этот город, стоит подметить, ныне не входит в состав Кировской области. Но он был в составе Вятской губернии. Заводской город? Заводской город. Все? Не будем больше ничего подсказывать? Пока что, я думаю, нет. Пусть люди гадают, звонят. Мы, если что, подскажем. Так, напоминаем, конец августа 1906, да? Да, 1906 года. 1906 года. Какой заводской город в то время входил в состав Вятской губернии? А вот у нас есть вопрос, благополучно отмежевался. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Александр. Здравствуйте, Александр. Попробую отгадать, именно отгадать, точно не знаю, но я предполагаю, что это Водкинск. Нет, нет, это не Водкинск. Близко, но не Водкинск. Да, к сожалению, не отгадались. 708-502, давайте. В ту сторону, да, Выслендов? В ту сторону. В ту сторону, да. Я не буду называть республику нынешнюю, но в ту. Да, но в ту сторону. В ту сторону. Я скажу так. А что подсказал ты сейчас? Помогает, помогает. Простите, как-то неосознанно, невзначай получать. Слушатель еще. Алло, здравствуйте. Алло. Да, как Вас зовут? Меня зовут Юрий. Да, Юрий. Я попытаюсь угадать, это Сарапуха? Нет, это не Сарапуха. Нет. Спасибо, Юрий. Попытка не будет, что называется. Дозвоните еще. 708-502. Вы знаете, я очень рад тому, что сегодня как-то так вот люди, правда, они звонят, угадывают, и не все правильно. Сейчас, сейчас. Еще слушатель, да? Алло. Добрый день. Здравствуйте. Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день еще раз. Хотел бы попробовать отгадать, возможно, это Елабуга? Нет, это не Елабуга. Миш, ну чего? Нет, Сарапулу, Елабуга. Так, это менее известные, чем эти города? Это, я бы сказал, более известные. Более. Более, чем известные? Да, более, чем. Так, ну тогда хочу дать совет. Не мудрите, не копайте. Не мудрите. На поверхности, наверняка, да? У нас еще звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут вас? Денис. Денис. Я думаю, это может быть Глазов? Глазов? Нет. Нет. Нет, нет. Это не Глазов. Нет, к сожалению. Историк говорит нет. Так, что это значит? Пытайтесь еще. Ну что, может, какие-то подсказочки уже давать? Что может быть? 708-502 набирайте нас. Нет, без подсказочек. Вот, знаете, каждую передачу, вот, каждую передачу ты готовишься и думаешь, а у нас есть звонок. Давайте. Ну, ты молодец, что готовишься. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Леонид Александрович, город Кирас. Да, Леонид Александрович, рад вас слушать. Ну, мой вариант такой. Возможно, это город Ижевск. Да, вы абсолютно верны. Верно, вы отгадали. Вы знали или так, пальцем в небо скажите, пожалуйста? Нет, нет, я на него сразу и думал. Да? Ну, ждал, может, кто-то назовет его. Ну, то есть знали, да? Знали, вы услышали эту историю. Ну, что Ижевск, нынешняя столица республики Удмуртия, да? Да, да, это же Вятская губерния бывшая. Вы ведь у нас уже выигрывали, да? Нет, не дожилочка. Да, ну, мы вас поздравляем с победой. Сертификат на тысячу рублей от Вятича вы получаете. Прекрасно, вы можете время сегодня провести. Обед, ужин вкусно. Там, отведать европейскую кухню. Сейчас вы трубку, пожалуйста, не кладите. Наш редактор расскажет, как приз свой вы сможете забрать. Ну, там ничего замысловатого нет. Просто нужно прийти, будет к нам. Да, и, собственно, этот документ забрать. Поздравляем победителя. Да, заодно посмотрите, где мы сидим. В студии вот у нас такая тут красивая. Ну что, сейчас подробности. Подробности. Значит так, мы начнем, собственно, как раз с самого пристава Мазунина. Повреждения были следующими. Первая и вторая пули вошли в голень правой ноги на вылет. По заключению врачей повредив кости. Третья пуля прошла также на вылет чуть-чуть выше сустава ступни. Частично раздробив кости. Что-то мне подсказывает, что он убегал. А он же убегал, да. Он побежал в сторону клуба. Я объясню, на самом деле, чуть-чуть попозже только, почему вопрос-то именно я вот такой взял. Он, кажется, таким, ну, такой случай во время революции мог произойти, ну, много где. В принципе, в любом городе. Просто понимаете, революционное время, особенно первая русская революция, это все-таки время рассвета революционного терроризма. И статистика-то она следующая, что за 1905-1907 год госслужащих разных чинов, разных должностей было убито или же ранено свыше 9 тысяч. Убивали за дело или ради того, чтобы убить? Ну, чтобы вот создать такой прецедент. Были эсеры, были социалисты-революционеры. У них было боевое крыло. Безусловно, это были убийства политические. Это были убийства, которые или же для громкости, как убили, например, Плевя. Или же Столыпин, пожалуйста, убийство громкое, Плевя, Столыпин, дядюшка Николая Второго, который великий князь Александр Михайлович. Понимаете, их всех убивали, во-первых, для, безусловно, дестабилизации ситуации. А во-вторых, это удар. Это удар по самому государственному устрою. Вот в 1906 году была издана книга Виктория Петровича Убнинского. Он был депутатом Государственной Думы Первого Созыва. Книга очень своеобразная. Она называется «Полгода русской революции». Сейчас ее один экземпляр хранится в Гарварде. Я вот когда, собственно, готовился, когда все смотрел, ты сидишь, смотришь, там штампы стоят. Гарвард, все дела, все как надо. Вы знаете, очень она, на самом деле, не объективна. Она нам может передать определенные какие-то процессы мыслительные и исследовательские у того времени. Она не очень объективна. В том смысле, что, к примеру, Вятская губерния. Вот мы берем Вятскую губернию. В Вятской губернии запастовок не было, вот по этой книге. Запастовок не было, митингов не было, погромов не было. Хотя прошлая передача у нас была, 22 октября. Были аграрные беспорядки, была усиленная охрана, чрезвычайной не было, военного положения не было. И были аресты и обыски. Немножечко, ну, это не объективно, так скажем. Но революция сама по себе, она, безусловно, была достаточно страшная. Никто не ожидал, что так все поднимется. Она поэтому и называется первой, в принципе, и русской революцией. Подозреваемые... Боже, как я темы меняю? Вот просто как... Я прям не знаю. Подозреваемые как раз по делу покушения на судебного пристава Мазонина... Ну, кстати, он благополучно выжил. Ну, да, он выжил. Они были найдены за сутки. Ими оказались двое молодых людей. По-другому не скажешь. Одному было 25 лет. Это Василий Григорьевич Бабушкин. А второму 19 лет. Это Николай Андреевич Ситников. Да просто Васей Коле. Васей Коле. Ну, нет, у революции должны быть свои имена. Так вот, Васей Коле. Васей Коле, ну, как-то... Ну, я думаю, что Васей Коле не одобрили бы это. А вообще, если так говорить, были две основные движущие силы революционного фронта. Это партия социалистов-революционеров, которая дробилась всяко-разно. И партия РСДРП, которая, собственно, социал-демократы. У них были разные направленности. Если социал-демократы были направлены на рабочий класс, на пролетариат, который у вас в Российской империи был просто малюсенький вообще процент. Крестьянская страна была все-таки. Да, страна была именно крестьянской. То вот как раз эсеры, социалисты-революционеры, делали упор на крестьян. И поэтому, ну, в силу особенностей нашего региона, так как у нас здесь было большинство крестьян, здесь, естественно, в какой-то мере были более популярны эсеры. Земля и воля, все дела, вот эти вот лозунги, слоганы. Ижевск же город рабочий. Кстати, мне почему-то даже кажется, что надо все равно сказать что-то об Ижевске. Хотя каждый желающий может залезть в Википедию. Жители Ижевска, я думаю, они и так знают историю. Хотя нет, хотя, наверное, не все. Вот у нас некоторые жители, они даже не знают историю города Вятки. Да ладно, там города Вятки, Хлынов. О, так что такое Хлынов? Хорошо, несколько вех про Ижевск. Да, и так, 15 сентября 1757 года граф Петр Шувалов получил разрешение от императрицы на постройку в Прикамье трех железоделательных заводов. Одним из них как раз стал Ижевск. В 1760 году был построен завод и прилегающий к нему поселок, рабочий, понятно, да? А в 1763 году была возведена плотина. Для рабочего поселка, естественно, место очень удачное. Рядом как-то водохранилище, так скажем. Вот, то есть вот так. А Ижевск был выведен уже из Вятской губернии 10 июня 1921 года. Из города Глазов в Ижевск была переведена столица Водской автономной области. А 28 декабря 1934 года Ижевск уже приобрел статус столицы УАССР. Если говорить о происхождении названия Ижевск, известно ли тебе, что оно означает? Мне неизвестно. Мне тоже, если честно. Может быть, где-то там в каких-то подкладках моего мозга что-то там есть. Но сейчас я так даже не готов дать ответ на этот вопрос. Вообще революция, безусловно, была страшна. И каждая революция, будь то гражданская война, к примеру, или революция, это, безусловно, социальные процессы очень страшные, очень кровавые. И вы знаете, когда я только начинал заниматься историей, когда я только начинал заниматься первой русской революцией, я думал, что да ерунда. Ничего страшного, я могу отстраненно с этим поработать, я могу отстраненно что-то пописать, я могу отстраненно просто с этим работать. Это мое будущее. Не принимать близко к сердцу, да? И вы знаете, чем больше ты читаешь о судьбах людей, чем больше ты читаешь о людях, которых убивают, которые погибают, неважно как, неважно где, неважно даже кто они, тем более тебя это трогает. Особенно когда ты берешь какие-то разысканные списки, толстенные такие дела, смотришь на фотографии убитых, которых разыскивают по фотографиям их уже трупов. Это трогает на самом деле. В том смысле, что это задевает за живое. Ты понимаешь, что это касается тебя лично. У меня даже доска дома, ну там какие-то мысли выписываю, еще что-то. У меня там висит старая фотография распечатанная. Стоит крестьянин у вагона и там такой плакат «Лучшая смерть, чем жизнь раба». И надпись «Не забывай, ты делаешь это и ради них». Кстати, Василий и Николай они понесли, да? Какое-то наказание? «Высшая мера». Насчет наказания я не знаю. Вот, к примеру, по Обнинскому, как он говорит, что неофициальные цифры — это 200 самовольных, скажем так, казней. Ну, именно, государство в обход военно-полевых судов, которые были введены при Столыпине как раз. То есть, в обход этого по 200 человек в месяц. Революция, конечно же, и поход Иронекамфа на Дальнем Востоке, когда просто, ребята, так называемый, военный поезд. Вот он ехал, выходил на станции, ставились люди, которых подозревали, не подозревали, и стреляли. Как бы, понимаете, очень очень странно говорить о истории. Я ни в коем случае никому не сопереживаю. Я сопереживаю в первую очередь людям. Ну что ж, люди, завершаем на такой несколько печальной ноте. Спасибо, Михаил Лицарев, историк, викторина «История создания». На этом мы прощаемся. Светлана Удельная, Владимир Сметанин. И после новостей у нас будет особое мнение. В гостях у нас сегодня вице-спикер законодательного собрания Михаил Курашин. До свидания. До свидания.